Авария в системе терморегулирования, случившаяся этой ночью, на пристыкованном к МКС пилотируемого корабля «Союза» МС-22, рассматривается специалистами как серьезная, однако экипажу станции не угрожает. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на информированный источник, разгерметизация системы терморегулирования «Союза» МС-22, случившаяся этой ночью, может привести к выходу аппаратуры корабля из строя из-за резких перепадов температуры. Позднее факт утечки подтвердили в Роскосмосе. При этом герметичность самого корабля не нарушена. В прямой трансляции НАСА, которая велась в связи с запланированным выходом двух космонавтов в открытый космос, было видно, что из корпуса «Союза» МС-22 бьют фонтаны технической жидкости. Ведущий трансляции отметил, что находящимся на станции специалистам ничего не угрожает. Позднее в Роскосмосе сообщили, что все системы самой станции работают штатно и угрозы для людей нет. По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз» МС-22, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса. Как заявил РИА Новости, эксперт в области космонавтики Иван Моисеев, сохранение «Союз» МС-22 в составе МКС может быть чревато новыми повреждениями из-за перегрева отдельных элементов корабля. Корабль придется все время держать в тени от Солнца и как можно скорее заменить. Сажать поврежденный «Союз» с космонавтами также было бы рискованно. Моисеев полагает, что повредить систему терморегулирования мог микрометеорит или обломок космического мусора. Нельзя исключать и другие версии, включая производственный брак. Из-за аварии на «Союзе» МС-22 был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, запланированный на 5 часов 20 минут по московскому времени. Им предстояло провести вне станции 6 часов 37 минут, чтобы переместить с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «ЭмЭлм», «Наука», «Радиатор», «Теплообменник». Сейчас экипаж МКС состоит из 7 человек. На орбите работают россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, американцы Джош Касада, Фрэнк Рубия и Николь Ман, а также представитель японского агентства аэрокосмических исследований Каити Ваката. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм. Дзен и Телеграм.